В борьбе за жизнь. У жителей Мариел, страдающих онкологическими заболеваниями, появится больше надежд на выздоровление. В этом году в нашей республике в рамках нацпроекта здравоохранения, разработанного по указу президента России Владимира Путина, началась реализация нескольких региональных проектов, среди которых региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Онкология – не приговор. В этом убедилась Ирина Стояновская. В свои 71 она бодра и весела. 25 лет назад у неё оперировали рак молочных желёз. Сегодня же она равный консультант при республиканском онкологическом диспансере. Кстати, кабинет равного консультирования здесь был создан год назад. Я прошла 16 курсов химиотерапии. И, конечно, была лысенькая, и тяжеловато было. Но это всё надо выдержать. Я считаю, что самое главное – верить в врачей. Верить в себя ещё тоже надо. Настраиваться, что болезнь победима всё-таки благодаря врачам. И мы будем жить. Увеличить продолжительность жизни к 2024 году до 78 лет, 2030 – до 80. Одна из главных задач национального проекта здравоохранения. Чтобы сделать эту цель реальностью, в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в нынешнем году три медицинских учреждения получат дорогостоящие оборудования на сумму более 120 миллионов рублей. Оснащение, кроме республиканского онкологического диспансера, ещё ешкаролинское оснащение ешкаролинской городской больницы и республиканской клинической больницы. В республиканской клинической больнице будет оснащаться отделение патанатомии, которое единственно на республику проводит цитологическое исследование тканей на наличие злокачественных новообразований и гистохимическое исследование тканей. Более точное исследование. В 2019 году приобретение оборудования будет осуществляться республиканским онкологическим диспансером и отделением патанатомии Республиканской клинической больницы. Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренные в рамках программы, пойдут на оказание помощи больным с онкологическими заболеваниями в виде химиотерапии. Также в 2021 году будут организованы центры оказания амбулаторной помощи больным. Сейчас проблем с проведением химиотерапии, с комбинацией препаратов. Закупки медицинских препаратов для химиотерапии производятся. И, в общем-то, химиотерапия будет в нашем регионе проводиться в полном объеме. В городе Ешкар-Али нет необходимости, потому что у нас здесь находится республиканский онкологический диспансер. Но ЦАОПы будут организовываться, опять же, в межрайонных центрах. А именно, это поселок Сернур, потому что там есть компьютерный томограф и вся лабораторная служба прекрасно развита. Город Волжск и город Казмодемьянск. Программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» также предусматривает здоровый образ жизни и маршрутизацию пациентов. Для улучшения ранней диагностики в республике врачи регулярно проводят Дни открытых дверей. В феврале – Всемирный день борьбы с раком, в июне – День мужского здоровья и другие. Все они информируют население о рисках возникновения новообразований и важности ранней диагностики. Поэтому онкологи призывают раз в год проходить диспансеризацию. Это может спасти жизнь.